Слава Богу! Я думаю, что здесь в основном все крещённые Духом Святой. Скажите, когда был тот день, где когда в нашей жизни была такая молитва, что мы плакали, что от нас входит Дух Святой? Я могу сказать, что от нас не ушёл Дух Святой. От некоторых уже давно ушёл Дух Святой, они говорят, что здесь и ящик. Я говорю, вообще, от тех, которые называли себя Динаминацией 50-х, я в том числе, в этой Динаминации назывались. Но я знаю, что на небе нет ни одной Динаминации. Я бы хотел сказать тем, которые сегодня, не задумываясь над этими словами, то есть, эти слова, когда мы пели, и Давид знал значение присутствия Духа Божьего, Духа Святого. И он здесь говорит, но я плачу, потому что вижу Дух Святой, уходит от меня. Дорогие, братья и сёстры, помните последнее, то, что я говорил, последняя проповедь, когда я здесь говорил о том, что Христос был на этой низкой земле и как Он молился. Я сегодня хочу продолжить режим, повторить немножко, пройти от тех места, что мы слышали. Я напомню несколько мест Вященописания. Я читал эту 17-ю главу, но я хочу её сегодня снова напомнить. Не просто потому, что мы забыли её, но я хочу её вспомнить вместе с вами. Помним ли мы, что несколько служений тому назад мы слышали это слово? После этих слов Иисус возвел Отче Своей на небо и сказал, Иоанна 17-я глава, «Отче, пришёл час, прослав Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Так как Ты дал Ему власть над всякой плодью, да всему, что Ты дал Ему, дать Он жизнь вечную. Эта же жизнь вечная, да знаю Тебя единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Сегодняшнее проложение, вместо Священного Писания, я возвращусь в Писание, но в Дальше 17-е годы, на сегодняшнюю тема нас снова будет свершилась. Помните, я говорил о том, что Он сказал, говорил, «Боже мой, Боже, для чего Ты меня оставил?» После этого Иисус, зная, что уже всё совершилось, ты бы что читал, «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». После этого Иисус, зная, что уже всё совершилось, да сбудется Писание, говорить жажду. «Тут стоял сосуд, полный уксуса, воин, напоивший уксусом губку и наложивший на яйцо, поднесли к устам его. Когда же Иисус кусил уксуса, сказал, «Свершилось!» И, преклонив голову, предал Дух». Да и братья и сёстры, мы сегодня, эти два слова, «жажду» свершилось. «Жаждал» свершить до конца. «Жажду». Но как поняли люди его? И смотрите, я читаю дальше. «Ныне прослав мне Ты, Отче, у Тебя самого славы, которую я имел у Тебя прежде, ведь я мир. Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, но Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Дорогие мои те сёстры, я бы хотел остановиться над этим секундом. «Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, они сохранили Слово Твое». Я напоминаю, когда Бог сотворил человека, и когда Господь создал по образу подобию своему, Он сказал Адаму, и Он обратился к ним и сказал, вы помните, «От дерево познания добра и зла не ешьте, ибо тогда в тот день, который вкусишь, смертью умрёшь». Приношло два момента. Человек, укусивший, послушавшись Бога, умер духовно, и человек был изнан Израилем. Пришествие Сына Божьего на эту низкую землю, я говорил, это сделало то, что первый человек по пришествии Сына Божьего на землю через тысячи лет был назван этот снова рай, и что ныне же будет со мной в раю, в том, который несколько тысяч лет был изнан из этого рая человек. Ты будешь так. Открыто дверь, свободный вход в рай, и воскресенье, и жизнь. Благодаря братья и сёстры, я бы хотел остановиться на одном месте, которое я в прошлый раз его читал, но просто продолжить. Около девятого часа возобил Иисус громким голосом, или и вела на самохване. То есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил. Некоторые стоявшие там слышали, это говорит, и лёг завьёт он, и тотчас побежал один, и так же идёт речь о губке собственной. Милые братья и сёстры, человек не понял жажды Иисуса Христа. Помните, мне вспоминается момент, я думаю, все прекрасно знают это место, если мы читаем Слово Божие. И апостол Павел, он говорил о той жажде, что я готов умереть. Помните? За кого? За братьев моих. Другими словами, он говорил там, я жажду, я желаю. Так же повторяется жажда. А почему? Потому что этот человек, он сказал, я желаю, я жажду, он сказал, для меня жизнь Христос. Не я живу, а живёт во мне Христос. Аминь. Милые братья и сёстры, мы здесь, я на столом пели, я на меня просто начитал, что да, аминь мне когда сказал, и он это пел, и говорил Богу. Но я плачу, потому что вижу, Дух Святой отходит от меня. Когда-нибудь в жизни христиан, я говорю, укрещенный Духом Святым, была эта жажда, что они говорили, Боже мой, Боже, для чего ты меня оставил? Я жажду тебя, я жажду повозания твоего, я жажду благословения твоего, я жажду спасения церкви, братьев, сестер, близких, родных, соседей. Я жажду. у нас эта жажда есть. Мы так жаждем, у нас нет времени молиться, у нас нет времени читать, у нас нет времени для Господа, нет. Сегодня брат перед мной читал слово, вы знаете, это слово очень тронуло, о том, я бы сказал, что это слово было, как пророчество, это слово сегодня, к нам, сегодня к народу Божьему. К сожалению, сегодня так тяжело, люди читают слово Божье. Им хочется считать, что нравится своим, ободрающее, благословляющее, казалось бы, чтобы, как говорят, ободрать дух, поднимать дух. Братья и сестры, для того, чтобы был ободран и поднят дух, нужно освободиться от тяжести, которая покрыла, и в этой демене нам нужно сегодня прийти и сми в чудный свет Божий. А если мы во тьме никакой дух нас не поднимет, никто. Кто же ли дух заглушения, демонический, сегодня вошел в церкви? Вошел. И сегодня она очень сильно и очень, я бы сказал, распространяется, как рак. И сегодня Бог предупреждает нас, как мы жаждем. Когда мы плакали, что сколько лет, я говорю нет. Бог сказал, что есть христиане уже десятки лет, от которых отступил дух святой. Хотя они говорят на языках, но это не дух святой. Нет. Если мы говорим на языках, и мы их не говорим, но мы завидуем, мы кривящим, мы не желаем читать слово Божие, мы не имеем времени для Библии, для молитвы, нам некогда. И нас сегодня очень заняты, и мы считаем, что нас Бог сильно благословил, нас бизнес пошел, нас работы очень много, или другие моменты. Сатана знает, кого чем обольщить и кому что дать. Знает, чтобы забрать время у Господа. А когда, дорогой друг, ты молился, брат и сестра, плакал, что ты не исполнил Духа Святого, когда ты был исполнен Духа Святого, что ты не мог стать с колен, но это молитва, и это благодать, как река. Помните, прошлое воскресенье, не хотелось уходить, не хотелось оставаться скрытым. Жил Господь. Он показал, что жив, есть благословляющий. Вот знал цену этого Давид, и он, ну я плачу, потому что вижу, Дух Святой отходит в меня. А сегодня нет. Давайте музыку для поднятия, чтобы действовал Дух Святой. А какая-то музыка происходна. Сегодня дьявол украл самые ценные и самые сильные от народа Божьего. Это желание читать Слово Божие и молиться. Сегодня некогда читать, некогда молиться, некогда. Сегодня дьявол знает, как чипкового покрас, но знает, что кому дать. того, кто имеет какие наклонности славиес, то он знает. Но сегодня Господь предупреждает и говорит. Он молился о той молитве, что те, которые ты дал мне, ты дал мне. Заметьте эти слова. Ты дал мне. Это значит, это не просто так случилось, но это выпал жребий Божий на тебя из миллиона людей. Или впался из тысячи тысяч людей выпал жребий Божий на тебя, на меня. Разве не за что благодарить? А скажите, как мы благодарим? Как мы благодарим? Благодарим ли мы? Я говорил о том, что этих трех часов тьми, которые была эта тьма. Бог дал день и дал солнце. И он это солнце очень ярко светило распятого Сына Божьего на кресе и прекрасно видели его. И дальше Господь сказал, довольна? Вы уже не скажете, что мы не видели, что это просто это выдумали, он не был распят. Все видели висящее полем на зноем солнца повисящего Сына Божьего, вали раздетого, избитого, израненного, осмеянного, оплеванного. Дурный говорит, это цена твоего и моего спасения, а тебе сегодня нет времени почитать слово и помолить. Один историкист мне сказал, я не осуждаю их, я знаю, что некоторые со мной так попутал, попутал, что у них нет времени для слова Божьей или молитвы. Нет. И они не могут найти за рулем молюсь, а за рулем читаю, исполняю. Как ты читаешь? Как ты читаешь? А разумеешь то, что читаешь? Дорогой друг, брат и сестра, я знаю, я его спросил, я его очень хорошо знаю этого, я его скажу, когда ты читал и молился исполнив через Духа Святого, он говорит, дорогой брат, меня страна так попутал, гоняет по всей Америке и не дает и выходных и проходных. Я попал, говорит, попал, и он плакал, я попал, попутал меня очень сильно. Говорит, нет времени ни читать, ни молиться. Все мало, мало и мало. А эти зеленые змеи его не лезут, не лезут. Давай еще, давай еще. Дорогие мои братья и сестры, поймите правильно, о чем я говорю. Я не говорю о том, что мы не должны работать, я не говорю о том, что мы должны сидеть, сложить руки, нет, я говорю о том, что мы должны искать Господа Бога Собова, и даже тогда мы должны помнить, и как сегодня он говорит, мне есть время, я еду, а я доживу, а теперь время к Богу. Я стою, и я болюсь, я читаю. Раньше я за рулем молился, а теперь, я молюсь, останавливаюсь, а за рулем продолжаю общение с Богом. Это важно, это важно, как мы сегодня служим Богу, и поэтому эта тьма, сегодня, как тогда Господь сказал, он посмотрел, сын его раскат, висит, а он сказал, довольно, ваши глаза больше видеть его не будут. Тьма, и во тьме, думаете, они что-то сделали, какие-то выводы, мне, мои братья и сестры, эта тьма покрыла не только злых людей, эта тьма покрыла людей, которые верили в Сына Божьего, что он не съел. Покрыла. Они тоже были под тьми три часа. Среди дня три часа быть в этом мраке, в этой тьме. И там был этот друг, среди этой тьми, начинается момент, это три часа тьми, три часа молчания, три часа тьми, ничего не выглядело, ничего не слышно, и не видели. И в это время Сын Божий начинает говорить, Ильи, Ильи, Лама Самохвани, Божия, мой Божия, мой Божия, для чего ты меня оставил? Для него, это Иисус, это был вызов, и как только первое слово было Ильи, Ильи, в этот момент тьма стала отступать, Лама Самохвани, солнце произошло правды и жизнь. Смотрите, это Сын Божий, это Мессия, это Спаситель. Дорогой, брат и сестра, когда тебя покрыла эта тьма и нависла твоей головой, над твоим домом, семейством или церковью, если его зовете, Боже, мой Божия, для чего ты нас оставил? Уже 10-15 лет церковь не исполняется Духом Святым, нет молитвы, нет движения, нет норований, нет исцелений, нет ведений, нет прощений, нет освобождений, все больше от нежимик, все больше от бесноватых, а мы делаем конференции, это конференции, съезды за съезды, это все не от Господа и не Божия, потому что там нет освобождения от злых духов. злых Бог сказал, где тот злых, Боже мой, Боже мой, до чего ты меня оставил? И дальше, смотрите, они сказали, и Илью зовет, и тихо поняли, сегодня так же сам. Во все местам и Слово Божие говорит, и Дух Святой говорит, что-что в последнее время. Все слышать? Они смеются, другие бегут, третий ищут угрызья. Дорогие братья и сестры, от церков невесты написано «Бросаемая вови, опаленная очерненная». Вот я она, вот я она. Было время, что она шла по пустыне, она шла в сное, она шла песками, жучими, она шла опасными путями, но глаз Господень смотрел на нее. И он сказал, я слышал, когда она говорила, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Отче, пришел час прослав стына твою, пришел, наступил прослав, они ему принесли уксус, думали, что он желает пить, а его была жажда, я думал так же, что он там висел, прибитый, не муху не согнать, там больные они, солнце, нас пот течет, и правда нам хочется его сиреть, он как будто мешает, правда? А представьте себе, кровь течет, открытые раны, не перебинтован, не промитый перекисел, нет, а еще, когда падал песку, красиво пили, он висит, и говорит, жажду, Господь, понятно, жаждешь пить, он говорит, нет, я так жаждал совершить до конца, совершить врученное дело, я жаждал спасти погибающее человечество, жажду, отче жажду, кого спасти, того, кто увидит, того, кто услышит, того, кто скажет, я твой, ты мой, и Господь сказал, как Павел сказал, для меня жизнь, Христос, мы получившие Духа Святого, заключившие вечный завет, водного духовного крещения, и мне говорили, мы спасенные, мы на небесах, и только 10 минут молитвы в сутки, это спасение, и братья и сестры, не заблуждайтесь, мы молимся не на иных языках, и Духа Святого, исполнившись огня, но на странных языках, на странных языках это странный язык, когда разного источника не может честь горькая и сладкая вода, не может быть пустоусловие, не может быть проклятие, не может быть не 갖Ь, не гонные гнусные слова, не может быть кревета, не может быть осуждения, не может быть ложь и истина. Не может! Не может! И не обманывайтесь, если бы лжем, если бы лжем, то там нет свободы Духа Святого, и там не может быть молитва на иных языках, исполнившись Духа Святого. И сегодня Господь говорит, я жажду, что мои сыновья и дочеря, я жажду, чтобы они были исполнены Духа Святого. И молились, исполнившись Духа Святого, и во церковь будет подниматься Духом Святым. Сила Духа Святого. Жажду! Вот что такое жажду! Я жажду! И это слово жажду сегодня еще звучит перед отцом. Я жажду, что моя невеста была держима Духом Святым. Я жажду, что и моя возлюбленная, опаленная, скитальница, огонимая, непонятно-бросаемая. Я жажду ее благословить, я жажду ее обновить, я жажду ее простить, я жажду ее грехи, про забросить за хребет свой. Жажду! Милые братья и сестры, жажда бросит Твой мой грех за гребет, и больше не вспомнит о ней. Хаба Отче! Дух Святой! Сегодня жажда Твоя и моя. Жажду ли мы любить до Господа, как Он нас возлюбил? Жажду ли мы Его, как Он нас возжаждал? Жажду ли мы Его, как Он нас грешников возжаждал? Спаси! Там на крысе, в полене солнца, когда та тьма покрыла, и о той тьме Он сказал, мама Самохвани, жажду! Жажду! Боже мой, Боже мой! Я говорил, как важно эти трудные минуты нашей жизни, когда та тьма часто над нами, и когда мы не видим света, и красавых рук, и не знаем, как спаслись. Не переживайте. Иисус не изменился. Он жив! Он праведен! Он свят! Он победил! Он поразил дьяволу голову! И тьма не устояла, и тьма расселила, через три часа взошло солнце! Братья и сестры, и взойдет солнце правды. И взойдет. И в твоем сердце, и в твоем доме, и в церкви. Аминь! Аминь! Взойдет это солнце. Пусть весь мир, твердит иное, знай, я Христом спасу. И вот здесь это место священное описание говорится, я еще остановлюсь над уксусом. И мы приготовили уксус. И знаете, все особо хозяйки штукой уксус. Само слово говорить. Укус. И дьявол знал, что он уже ничего не может сделать, но он хотел последние минуты жизни на этой земле, секунды, дать ей один укус, внутреннюю желчь, внутреннюю боль от уксуса внутры происходит не очень неприятное. Дьявол сегодня так же, когда народ Божий говорит, жажду! Жажду благословения! Жажду тебя, Господи! Жажду! Дорогие братья и сестры, мы жажим, но тьма и часто Судна подносит тем, кто жажду этого уксуса, этой боли, этих ударов, этих стрел, он дает выпить этой желчи, этой горечи, уксусной горечи. И тогда, чтобы ты подумал, все, кончено. А ведь знаете почему? Дьявол знал, дьявол знал, какие секунды и в каком моменте находится Сын Божий, знал, он знал, что в последние секунды, он знал, что в огоне борьба это свадка этих сил, этих сил, Божья сила и сила тьми. Конечно, он не хотел отступать и сдавать, но он не смог. Он сказал, свершилось жажду, жажду, я дам тебе утолить жажду, ты еще жаждешь, я напою тебя, чтобы ты больше не жаждал спасателей. Он думал, что Иисус в тот момент скажет другое. Он ждал, но Сын Божий сказал, жажду спасения, жажду освобожения, жажду воскресения, жажду прощения, жажду вести в рай, жажду, ты дал уксуса, чтобы я быстрее умер, как отравление, как вот уксусный, последний, знаете, человек перед смертью, в этот момент, когда он был очень изнемог, что им уставших физически, его не было сын, он был избитый, он был измученный, и еще висит там на солнце. Но знал сатана, что самое главное, что сегодня он делает христианам, удар не настолько важный физически, как душевный душу. Я дам тебе вовнутрь, желчий, я дам тебе вовнутрь укуса, я дам тебе внутри этого. Поэтому и сказано, быть внимательнее, что говорить, о языке нашем, и как он воспаляет, какой круг, и откуда он. Поэтому я и сказал, когда они думали, что это я хочу так говорить, это урочит Бог, чтобы мы не говорили, что мы духовные, что мы духовные. Но ты знаешь, Господи, мне обстоятельства такие, я не могу прийти в служение, ты видишь, у меня такие обстоятельства, но я не могу быть там, я не могу молиться, я не могу столько времени проводить в Слове, ты же знаешь, наиболее сестры, вы все помните, я говорил здесь тему, званные на вечерях, помните? И он один сказал, у меня поле, у меня волы, у меня жена, а вы помните этот момент. И что он сказал? Они не укусят, не будут на вечерях, те, которым было некогда. И вот здесь она хотела нанести этот самый важный удар и приличиниться на Божьему, дать ему выпить в той самой погонью, он думал, что он жаждет. Я тебя такой и утром жажду. Ах, дьявол, ты глубоко ошибся, он не нуждается в той воде, которую ты хотел сделать, он не нуждается в твоем уксусе, он нуждается в наших грехах, освобождение, избавление, чтобы мерклицы воскресли, чтобы камни истеславие плотиным, он нуждается, он жаждет этого. А ты думал уксуса? Нет. Нет. Сегодня так же думаю, ну я сделаю этому человеку, я сделаю и он замолчит. Так же само есть и воины, есть и старшие на страже, у них есть губки с уксусом, есть. Целые аппараты работают, это губки уксусные, которые сегодня рассылают эту жалчу, чтобы напоить, чтобы удовлетворить жажду людей. А Господь говорит поздно, я жажду спасения грехов, от грехов людей. И он ведь говорит ниже, а ты говорит, постой, посмотрим, придет или я, спаси его. А вас скажут, обо мне скажут, ну посмотрим, они святые, они много молятся. Они очень много молятся. Они говорят, что они особые люди, они говорят, что они хотят иметь общение с кем. Да, братья-сёстры, написано. Мы часто не понимаем и рассуждаем о том местописании. Он говорит, от мира, видите, от мира и отделитесь, так? Что общего света судьмою? Скажите, а если мы в тьме и нам там нравится? Вот там много людей. Мы знаем, что там нет жизни, нет присутствия, там церковь мертва, там не говорит Дух Святой, там нет Живого Слова, там нет действия благодати Божьей, там наемники, там артисты, там сухие безжизненные лекции, а мы там. А быть, вы идите, что общего света судьмой? Что общего? Что в тебе общего? Когда ты был в церкви, когда ты молился исполнен Духа Святого? Когда? Когда в церкви был после молитва вопрям, как Сын Божий с воплем возобил громким голосом и говорил Боже мой, Боже, для чего ты меня оставил? Боже мой, Боже, для чего ты нашу церковь, наши дали семьи, нас матерей, отцов, жен, мужей, сыновей, дочерей оставил? И они в Египте в мире погибают. Когда была такая молитва? Когда был такой вопр? Когда был такой крик? Когда была такая нужда? И вот завеса в храме разодралась на двое сверху донизу, и земля подрослась, а сердце священников, левитов, книжников, первосвященников подрослось? Нет. Видите, насколько идача сразу идет. Земля подрослась, и камни расселись. не думайте, это глыбит. Камни. Камни это они. Верховная власть это они. Они были камнями, они были основанием, они были строительством Божиим, они были священники, они были первосвященники, они были тех, на которые строено с делу Божие, храм Бога живого. И когда пришел Сын Божий, не приняли его. И когда была тьма над землею, они не увидели. Когда висел Он, они знали, что они приняли его, распяли его, тьма, они не покаялись, и когда взошло солнце, они также не повезли. Помысл Божий камни расселись, по своим местам расселись, потому что они обнажены. Кончил их доход, кончил их обман, они обнажены. Они обманывали за деньги, купляли и солдат, и воинов, и убы, и других, купили за деньги, чтобы показать, что это обманщик, как они сказали, развращающий народ. Но когда из СМИ воссиял свет, и когда сказал, Боже мой, Боже, для чего ты меня оставил? И здесь, на этих словах, восходит солнце до заря, а солнце пряды, и Сын Божий, и что камни все расселись, завеса разотрелась домик, сверху донизу надвое, и этим самым Сын Божий показал, Бог показал, что это Сын мой, и сегодня Бог святой и святый, вы не можете идти, вы недустойные, вы грешные, вы камни, оставайтесь на своих местах камнями, не познавшими Бога, не принявшими Сына Божьего, не знавшими, не услышавшими голосом прихода Сына Божьего, и не сказавши поистину Ты Сын Божий, вы останетесь камними, вы будете епископами, вы будете президентами, вы будете верховной властью, но вы не будете моим народом, вы не приняли меня, вы не были готовы встречать меня, вы не готовили сами, и не давали народу церкви, чтобы Дух Святой Детства приготовила святел, вот что вы делали, камни рассеялись, а святые святых, это уже не ваши, это Божьи, граби отверглись, и многие усопших святых воскресли, и вишеш из кровов по воскресенье вошли во святой город, и бегались ноги, о, пойдем на кладбище найдем ходить до могилы, кто был открыт, и я так думал, там так, земля раз раступилась, и поднимается в витые, а Господь говорит, а помнишь, я говорил, вы граби окрашенные, полны косей и нечестия, вот эти граби, из этих гробов воскреснуть, собственных святых праведных, которые умерли, которые духовно умерли, но пришло воскресенье и жизнь от Сына Божьего, аминь, и услышавшие, лежавшие в этих гробах, воскресли, они обновились, они обновились, а вот думают, что Сын Божий пришел, Мессия воскрес, а во учи, граби отверглись, а сегодня наши сердца даже не шевелятся, даже не касаются, вот, но зато мы говорим на языках, каких, подумайте, каких, подумайте, каких, и он говорит, и многие тела усопших, святых воскресли, и выше через гробов по воскресеньям вошли во святой город и велись многим, сотник же, и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение, и все бившие устрашились весьма, и говорили, воистину, он был Сын Божий, и все бившие устрашились, и сказали, мы не сказали священники, не сказали элиты, не сказали книжники, не сказали перед священником, почему, они камни, которые расселись, до них это слово не достигло, и до них это знамя Божьей любви не достигло и не коснулось. Милые братья и сестры, как страшно, что в настоящее время мы живем так же само, если в нашем сердце не жажды сегодня служить Господу, если в нашем сердце не жажды молиться, и жажды быть исполненным Духом святого. Дорогие братья и сестры мир опасности. Сын Божий он показал, будучи на этой низкой земле, он первый прошел, была тьма, было одиночество, и Сын Божий, как я говорил, он не смог выдержать после трех часов молчания, и что Отец скрыл лицо. Помните, что Бог скрыл лицо от Сына Своего, не потому, что Он Его не хотел видеть, нет, этим самим Бог показал любовь, любовь, Божия любовь к нам, чтобы мы имели, когда передо мной говорил Ананию и Сапфиру, что во время Петра, я думаю, если бы сегодня были такие простора в церквах как Петра. Я не думаю, что сегодня мы так молились, я не думаю, что сегодня ходят такие служения, что мы хотели прийти и во время молитвы или во время служения где-то быть за стенами этого дома. Нет. Представьте себе, что они пришли, и представьте это поважение, они пришли, и я бы мог сказать, мы могли бы сказать, ну, а то, какое его сердце до Петра? Только что возвращается, похоронили, вторая половина приходит, и тоже лжет. Но, сожалею, скажи, слушай, не скажи эти слова. Только что похоронили. Только что похоронили мужа твоего, слушай, он идуть с лопатами уже обратно. Нет, Петр об этом не сказал. А знаете почему? Для тебя и для меня преобраз в том, насколько мы сливаемся с ложью. И дальше мы начинаем говорить, что мы в духе, мы духовные, они были крещены и духом святым. Они были в церкви пятидесятников. И насколько важно было, насколько Бог смотрел на это. А мы думаем, ну а сегодня не умирают, потому что дух святой оставил. И мы не умираем. Интересно. А духовно уже давно умерли. Только что я сказал, у нас странные языки остались. Боже язык Духа Святого. Там любовь, там мир, там терпение, там долготерпение, там крутость, там воздержание, там жажда о Боге и о Боге. Жажда. Жажду. Чего жажда? Жажду спасения, жажда Иисуса Христа, жажда о наших спасениях, о нашем освобождении. Не прекратило, не он замолчал, он там жажду свершилось. Жажду свершить это спасение, жажду свершить эту победу от грехов. И вот здесь он стоял и смотрел. Отец смотрел на Сына, который был и тьма покрыла. Знаете почему? Потому что на нем был грех, как написано всего мира, так взял на себя. и Бог показал, что он никогда не мог смотреть на грех и не будет смотреть на грех. Потому что если Бог посмотрит на грех, это смерть, это поражение, все. Но знал, что грех взял на себя сын. И для того, чтобы это произошла победа и свершить до конца он на три часа делает этот мол скрывает и он молчит, чтобы показать то для тебя и для меня, насколько Бог возлюбил нас, насколько Бог возлюбил нас, сын его, как возлюбил тебя и меня, что в этой течении только слово не сказал, отче, я не могу больше, я не могу больше так быть, я не хочу больше не сын, пусть они сами рассчитываются приносят жертвы за свои грехи, я не могу, отче я отказываюсь, он так не сказал, он сказал свершилось, жажду, 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 жажду спасти, жажду простить, жажду освобождить, жажду помиловать, помиловать, и просит загребеть грех твой, вот жажда, а мы так спокойно можем говорить о этом Голгофском кресте, о этой мучительной жертве, и он говорит, я скрыл, я не мог смотреть, а теперь говорит, он грехи не просит закребеть, и теперь на нас Господь смотрит через Иисуса Христа, а крест Христа закрывает наши грехи, которые мы исповедуем, и он нас не поражает, милость, прощение, что и правильно помню, нет, Бог не отвернулся от Сына Своего, Бог не забыл Сына Своего, Он показал, насколько Он возлюбил нас, как дорого мы Ему достались, а как легко мы можем отступить, забыть, променять на что-то спасение, прощение, жизнь вечную, Христа и благословение Его. Видно, что мы приехали в эту страну, сюда, свобода, это уже все? Нет, я бы сказал, что я помню, я думаю, многие из вас не вспомнят сидящих те служения, когда не такие дома, а комнатки, по стенам течет вода, потолки все мокрые, как стал, так уже не повернется, а там рудела сила, сила, благодать, любовь, действие, и молитва была исполнившись Духом Святого. А сегодня кричат, нам нужны мягкие кресла, нам нужны свободные здания, нам нужен кондейшн, нам нужны усилители, музыка и так дальше. Дорогие и сестры, нам нужен Дух Святой, нам нужна свобода. нам нужна обращение, мы должны жаждать этого Господа. Вот что нам в первую очередь нужно, нам нужен Господь, нам нужен Господь, нам нужна Его милость, познать Его, и Он сказал, гусите и увидите, как благ Господь. Видите, эти люди, которые стояли, они не могли увидеть, только сотник сказал. И там некоторые, видя это все бывшее землетрясение, испугавшись, сказали, во-весенном был Сын Божий. Как люди, в Силоне, брат, когда он обминал землетрясение, бедствие, наводнение и так дальше. давайте не будем ждать этого, не будем ожидать этого, и не будем последствовать. Как говорит один брат, я жду, чтобы меня Бог потряс, таким путем он проверит меня, чувствуешь, что я смогу сбудить, иначе не могу. Ну и Бог потряс, иду так потряс, что иду сих пор еще слезы крыла, Бог. Бог говорит, ты просил, чтобы я потряс тебя, а иначе ты не можешь служить мне, но я потряс. Я страх мудр. Догие братья и сестры, я хочу остановиться над словами жажда совершилась. Он жаждал, и Он совершил это спасение. Жаждем ли мы? Жаждем ли мы Господа? Жаждем ли мы помазания Духа Святого? Жаждем ли мы исполнения Духа Святого? Жаждем ли мы? А если жаждем, как? Я думаю, что каждый из вас переживал в такие момент, когда получали, только получили крещение Духом Святым, вам хотелось всех любить, всем прощать, за всех молиться, правда? А где она теперь? А, там-то брата горе, переживания, ну, не у меня, слава Богу, не в моем доме, там-то вот дети погибают в мире, слава Богу, моим со мной, но не у меня. Братья и сестры, это не жажда? Это не жажда? В Христа не такая была жажда? Нет. Христос мне сказал, я в доме, отец ты во мне, я в тебе, хватит, а они пусть идут. Это выглядело так. И когда мы говорим, что это не со мною, а я не меменат, что они хотят грешить, и они приходят в такое состояние, дорогие братья и сестры, а где твоя и моя жажда молиться о них, стать в проломе, как Сын Божий стал в проломе за тебя и за меня, за твой и мой грех, чтобы ты и я был в свободе? Жажду! И он сказал, свершилось, когда ты и я скажем, Иисус, я в жажду, пока не совершится спасение близких моих, родных моих, жены, мужа, детей, брата, сестры, я в жажду, я не отступлю, я буду молиться, пока не совершится, аминь. спасение, освобожение, я жажду. дал пример на кресле и зиму Божий. Эта жажда должна быть у нас, эта жажда должна быть во мне. И если я думаю, что это так просто, Хрисов сказал, жажду, нет, этим самим он поразил дьяволу еще больше. Это еще не все, что ты распял и так мне из того злобного сделали насмешку, сделали это такое зрелище с меня. Это не все. Нет. Этим, знай, дьявол, я жажду, а я все равно жажду. Я пришел за ними, и я жажду их. Я пришел взять грехи всего мира, и я жажду взять. Аминь. Я жажду. Меня эта боль, это распятие, это бичевание не забрало жажды спасать, прощать и страдать за них. Жажду. А мне стало трудно, и меня жажда не стала. Радости не стала, благодарности не стала, молитвы не стала. Жажда. Жажда. Господи, я жажду, пока не совершиться. Я жажду тебя. Я жажду присутствия твоего. Я жажду помазания твоего. Я жажду благодати Духа Святого. Я жажду тебя. Я тебя, сына, Боже, жажду, пока не совершится. Что? Спасение твое и мое, пока церковь не поднимется. И я скажу тогда, свершилось. Прощай, земля, иду домой. Вот только тогда мы скажем, свершилось. А сегодня нам, говорю, жажду. Свершилась победа твоя и моя. Победа. Освобождение. Прощение. Свершилось. Но только мы должны подойти к нему, взять. А каким путем? Это вам не надо вас учить. Мы можем думать, что мы можем взять каким-то другим путем и в эти сестры. Если бы заметить, что Бог ничего общего с грехом не имя. И Он смотрел на Сына Своего, Того, Который взял твои и мои грехи. И Который сказал, свершилось. Если Божий сказал эти слова, свершилась победа, поражение. И это солнце взошло. Я читал, грабил отвертость. Камни рассеялись. Завеса в храме разобралась сверху тоненько. То, что вы настроили люди, что такого святое святых. Один раз в году и то нога привязана к фировочке, золото. Там были по низу это их фода пришиты звоночки и яблочки, чтобы слышно, что он там ходит живой или пораженный. Это было святое святых. Тогда было показано, что Бог не мог смотреть на грех. И Который святый рассвященник, приходит один раз в году, жертвует за грехи народа. И если там было неправильно сделано, или Он был недостоин, Он не выходил оттуда живым. Бог не мог смотреть на неправду, на грех. милые братья и сестры, а милые жены и стоянные хотим говорить на других языках. Интересно, получается? Нет. Благодарите Бога и возводим ему славу, что там на кресле было свершилось твое и мое спасение. Если бы не Христос, нас бы не было в жиле взять и действия. Но благодарите Богу, что там Сын Божий говорит, Отец, Отче, это Тот, это Сын, это Дождь, за Которую я совершал спасение, я страдал, Отче, помилуй, помилуй. И когда мы говорим Отец, помилуй, он говорит, вот, слышишь, Отец, помилуй, помилуй. Я хочу сказать, братья и сестры, если даже у вас сегодня это очень темная туча, может, не три часа, может, три дня, может, три месяца, может, уже три года над вашим домом, над вашей головой, не унывайте, он жив, он сказал жажду, он сказал свершилось, он хочет слышать о Тебя, что жаждешь ты, что жаждешь ты, о чем жаждешь ты, Боже мой, Боже, я уже год исполняю с Духом Святым, Боже мой, Боже, я уже три года, как не читаю Библию, только читаю несколько стихов в день, и то, что в совести судила, Боже мой, Боже, помилуй меня, освободи меня от духоленности, беспечия, равнодушия, собственной праведности, собственной святости, освободи, это грехи, это грехи, и мы за египетскими жабами спим, и живем, и не каемся, и не нуждаемся освободить, это самое было в Египте, а они не хотели, это самое сегодня здесь в народе, есть, нам это нравится, ну, нас Бог благословил, мы имеем прекрасную жизнь, нас не гонят, нас не садят, не штрафуют, мы имеем благословение, хорошие работы, хорошие зарплаты, некуда я слышу очень хорошее говорить, Бог благословил, того столько, того столько за неделю, того столько за месяц, смотришь, ну, а таковник между духовной жизнью этих людей, они ничего общего с Богом не имеют, а Бог смотрит, ты делал, а я молчал, и ты думал, что я такой, как ты, нет, придет день, когда те, которые говорили, жажду, и те, которые проводили общение с Богом, и как Христос на Иллионскую гору по облегновению своему шел, смогу умиться молиться, а он скажет, напомнить в мире тебе, где наша была Иллионская гора, где наша была Смогумница, и где мы проводили ночь, как мы проводили ночи, где мы проводили вечера, как мы проводили вечера, дни, где, как, для братья и сестры, если мы будем сидеть, сидеть у телевидения, просматривать фильмы, и это время придет Христос, если мы будем сидеть в казино, и это время придет Христос, а мы там, если мы будем в театрах, если мы будем в ночных парах, если мы будем на дискотеках, если мы будем в гостиницах, вы понимаете, что я говорю в гостиницах, это не просто когда дорога едешь, чтобы с нами спать, нет, Бог смотрит на нас, и Бог видит все наше, Бог знает, где мы сидим, и знаете, когда он показал картину, я увидел, когда показал состояние народа, церкви, в каком состоянии, сколько верующих, молодежи, не только молодежи, они отцы, материн, некоторые уже из них бабушки, дедушки, а им хочется мира, Египта, им хочется поиграть, им хочется встроить Новый год с шампанским с вином, им хочется день рождения отметиться с этим спиртным, им хочется, и тогда Дух Святой будет, нет, он оставил, он попьет к Отцу, я не говорю, что он навсегда оставил, хотя некоторые да, но сегодня это проповедь, я передаю то, что Господь сказал, если мы в него запьем и не вожажим, как Христос, или, братья и сестры, мы останемся в ней дверей, то, что мы говорим на языках, не исполнен Духа Святого, не имея мира, любви, радости, это ни о чем не говорит, крещеный Духом Святым и исполненным Духом Святого молитва, это вера, это жизнь, это свобода, они не боятся когда будет начертание, они не боятся когда будет бедствие, они боятся торнеда, они боятся наводнений, они боятся начертания 666, они боятся Антихриста, они знают голос Божий, они знают, Павел не боялся, он сказал, я знаю, что меня там ждут, что, триумф, будет встречать меня там президент Кусма с охраной, да, нет, меня ждут еще узы и скорби, и не увижу я вас, помните, он прощался, и там, какой был плач у корабля, он знал, куда он едет, куда я его везу, на суд, и знал, что его последнее путешествие, помните, я говорил об этом, сна, а сатана этих регионов своих подводных вышивал 14 суток, чтобы потопить мужа Божего, аминь, ведь что, забыли, что Павел сказал, это не вышло просто слово, не я живу, а живет во мне Христос, аминь, вы не Павла хочете потопить Христа, а Христос по воде идет, его вода не берет, его рогонь не берет, и заметьте, в седрах, месах и Авденага, когда он ловил шью печь, там был подобен силу человеческой, Даниил, когда был в ливном рве, с ним там был Бог, но заметьте, любовь Сына Божьего, и любовь Божья к нам, когда Сын Божий везел на кресте три часа тьми, там не было никого, там не было ангела, там не было архангела, там не было сириофимов, там не было этих ангелов, подкрепляющих его, но он был один, взял твой и мой грех, и он его запил и сказал, и ливи, и ловас самохвани, Боже мой, Боже, для чего ты меня оставил, это псалмий он сказал, но ты не перестал быть моим Богом, ты не перестал быть моим отцом, а я твоим сыном, я пришел взять грех мира, и я не отказываюсь, Отче мой, Боже мой, Боже мой, ты мой Бог, я твой сын, пришел исполнить волю твою до конца, и чтобы это свершило, и сегодня я говорю, жажду, жажду спасения, освобождения и обнисти помилования, чтобы ты смотрел на грех через меня, и вопрощение, освобождение, очищение в крови акциями, тебя и меня, твоих и моих сыновей и дочерей, детей и внуков, и мать и премнуков, будет спасать Господь, и через кровь акция, жажду, жажду, камни расселись, граби, открылись, а в нас, а в нас, милые братья и сестры, вот и дух святой, а во освобождение, какая свобода, какая радость, быть исполненным силой Духа Святого, а исполнен может быть свободен человек от греха, освободен может быть тот, кто пришел к подножку колгору и сказал, вот я, жажду, жажду, ты жаждал меня освободить, вот я, ты жаждал совершить победу, вот я, освободи меня, Иисус, освободи меня от этого проклятия, освободи Освободи меня от этого зла, освободи меня от этого духа обиды, освободи меня от духа ленности, этих демонических сил беспечия, освободи меня от собственной праведности, освободи меня от всего, что я имел в своем сердце, горку и зависть, клеветы, освободи меня, освободи меня от духа курева, освободи меня от этого наркоты, освободи меня от алкоголя, освободи меня от этого зеленого змея, освободи меня! Меня сына очень сильно вовлек, и мне этих денег мало, и мало, и мало. Я не имею времени читать Библию, я не имею времени быть вместе с женой, с детьми молиться. Я все время, я в дороге, в дороге, в дороге. Я, Господь, говорю, жажду, жажду, жажду спасения. Жажду. Господь говорит, я жажду тебя спаси, ты жаждешь, и я жажду. Любовь встречается с любовью, любовь нуждается в любви. Я жаждал тебя спаси, а ты жаждаешь меня, чтобы я тебя спас. Я уже две тысячи лет жажду тебя спаси. Аллилуйя. Не только тебя, отцы и матери, не только вас, но и ваших детей. Он жаждет спаси. Он жаждет совершить свою победу. Он жаждет освободить их от этих грехов, которые сладки им. Он жаждет совершить свою победу. Ибо он сказал, жажду свершилось. Не думайте, что это просто так было едва, снова вышли из уст его. Нет, они для меня сегодня камень. Аминь. А для семья, для семья сегодня креугольный камень. Саданэ, ты убиваешь с меня пошло сно, что все поздно. Смотри, где твои дети. Смотри, как твоя семья. Смотри, в тебя не благословение. Смотри, как ты живешь. А я говорю, Иисус, ты сказал жажду. А я жажду тебя. Пусть что угодно говорят о мне. А я знаю, искупитель мой жив. Аллилуйя. И Павел говорит, для меня очень мало важно, что говорят обо мне люди. Мне важно, что скажет Бог. Аминь. Это важно. Жажду. Я жажду слышать, что скажет Господь. Господь, а Он в этом есть. Аллилуйя. Аллоуч. О, Дух Святой. Я сегодня хочу сказать. Я вижу, как он здесь проходит уже. Мое время подходит к концу, и будем молиться. Мне хочется сказать, что в этом месте Сын Божий жаждет. Дать ответ на твою нужду. Ты уставший. Ты истомлена. Ты нуждаешься в ответе, в помощи. Твои сердце болит. А Исус говорит, я жажду тебя исцелить. Тебя, Девана, болило этим уксусом. А я жажду тебя благословить. Тебя и дом твой, Аминь. Сегодня мне надо быть в доме твоем. Я жажду. Я жажду. Склонен колени на руку. Аминь. 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 Аминь.